Всем привет ребята, приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях свои страшные истории. Также смотрите другие мои видео, а мы начинаем. Я тогда маленькая совсем была, у бабушки ночевала на третьем этаже, вместе с ней спала. Я отчетливо помню, как легла спать. Окна все были закрыты, кошки тогда у бабушки не было. Я лежала на краю и свесила ногу с кровати. Я точно помню, когда меня кто-то коснулся холодной ладонью. Это было просто ощущение, но я отчетливо почувствовала три пальца. На мне даже остались красные отпечатки. Я сказала бабушке, она уже сказала, что это просто ветер и не надо ничего бояться. И сказала то, что только проснулась. И что это был просто глупый сон. И все пройдет. Но до сих пор я не верю, что это так работает. В любой культуре есть свое представление о страшном. В любой культуре есть свои страшные персонажи и четкие правила, которые надо соблюдать, чтобы в тебя не съел демон. В каждый носитель культуры хорошо знает правила, что надо и можно делать, а чего нельзя ни в коем случае. Такие правила есть и у бурятских групп, которые достаточно сильно различаются между собой. Одно из них — не надо ходить ночью во двор. Когда солнце село, надо закрыть ставни и сидеть дома. А если уж ты оказался во дворе, то следи, чтобы за тобой в дом не проникло маленькое черное существо с одним глазом во лбу, похожее на котенка. Это такое проказливое существо ада. Оно потом доставляет много неприятностей в хозяйстве, шумит в подвале, пугает детей и так далее. Если ты не просто вошел во двор, но зачем-то гуляешь ночью по деревне, то обязательно обходи стороной черные двухмерные покачивающиеся тени без ног. Это духи недавно умерших. Они показываются бахалдой. Пересекать им путь не стоит. В случае, когда ты идешь по бурятской деревне и встречаешь огромную свинью, нужно быстро обойти ее и посмотреть, есть ли у нее хвост. Если хвост есть, то это просто соседская свинья сбежала. А если хвоста нет, то дело плохо. Тебе встретилась гигантская свинья-оборотень, которая хочет выпить твою душу. Их называют хамхой. От таких оборотней нужно срочно убегать. Если правила соблюдать, то этих существ можно не бояться. Но существует одно большое исключение. В 2010 году мы приехали в экспедицию за поселком Бахан в Иркутской области. И там мы услышали историю, которая пугала людей по-настоящему. Давным-давно в деревне Улей жила девушка, которую родители выдали замуж против ее воли. После свадьбы она сбежала назад к родителям и попросила принять ее обратно. Родители на это ответили ей. Выдано, значит, выдано. Живи теперь с ним. И она пошла в сарай и повесилась. Через какое-то время другая девушка оказалась в похожей ситуации и страшно переживала. В этот момент к ней явилась первая девушка из Улея и уговорила ее покончить с собой. А потом они вместе уговорили уйти из жизни еще одну девушку и еще одного юношу, а потом еще и еще. В моменты, когда ты испытываешь сильные душевные терзания, ты начинаешь слышать звуки бурятского танца и охара. Видишь огни, а потом появляются и эти многочисленные девушки, приглашающие тебя танцевать. И те, кто соглашается пойти с ними, пропадают навсегда. Они забирают молодых людей, которые испытывают очень сильные эмоции. В тот момент, когда юноши и девушки находятся в крайнем смятении, задумываются о самоубийстве. К ним приходят улейские девушки и затягивают их в свой танец смерти. Они завлекают людей, находящихся в отчаянии, своими радостными хороводами, веселыми бурятскими танцами, которые исполняются на любых праздниках. При этом их поведение сильно отличается от поведения других демонических персонажей. Они просто вмешиваются в твою жизнь, и с ними ничего нельзя сделать. Единственный способ совладать с ним — это искусственно поддерживать бодрое состояние духа, имитировать веселье. Люди, которые рассказывают о булейских девушках, часто отмечают, что те не виноваты в своей судьбе. Они не совершили никаких проступков, а просто не совладали со своими чувствами. И они забирают тех, кто тоже ослаб, эмоционально подался своим эмоциям. Идея необходима изо всех сил контролировать свои эмоции, характерно для бурятско-монгольских культур. Одна наша информантка рассказывала, как в молодости работала трактористкой. Она работала без сна и отдыха трое суток подряд. Сил у неё уже почти не было. Но и оставить работу она не могла. Вдруг она услышала звук еохара. Увидела огоньки вдалеке и поняла, что за ней пришли улейские девушки. Тогда она бросила трактор, убежала в деревню и всю ночь сидела при зажжённом свете с друзьями. В той экспедиции, где мы узнали про улейских девушек, мы попали в одну деревню, где произошла большая трагедия. Молодой человек пришёл из армии и через какое-то время покончил с собой. А затем один юноша поступил так же. Когда мы приехали в эту деревню, она была словно вымершая. А в полдень все ставни были закрыты. Никого не было на улице. Все безумно боялись. Мы с трудом нашли учителя физкультуры, который пояснил нам, что никто не будет с нами разговаривать. Все очень боятся, потому что в деревню пришли улейские девушки. И совершенно невозможно с ними справиться. Не существует никакого правила, как от них избавиться. Если они придут, они будут забирать и забирать всех, у кого мрачные мысли. Одни поехали за шаманом, другие за священником. Третьи сидели большими компаниями, устраивали пир во время чумы, пытаясь веселиться, потому что всех охватил чудовищный страх. Это как фильм «Звонок». За тобой идет мертвая девушка. И не существует способа ее остановить, потому что волна самоубийств ее привлекла. И это самая страшная история, которую я видела и слышала в своей жизни, потому что в отчаянии от остальных историй это по-настоящему влияет на поведение людей. И по-настоящему меня пугает. Спасибо, ребята, за просмотр. Не забывайте написать свои истории. Буду очень рада. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok